Евгения Крюкова Кутюр Вдохновением конкретно для этой коллекции были цветы фарфоровые, которые у нас получились определенного цвета, они такой какой-то эфемерной сиреневой гаммы, и под эти цветы уже все делали, а поскольку цветы такая метафора женственности, в общем, из этого и выросла эта коллекция, и она вся украшена этими цветами фарфоровыми, все аксессуары это вот эти как бы как раз фарфоровые цветы, из которых все это родилось. Цветовая гамма от сиреневых до зеленых, то есть такая она с мягким переходом, это очень мягкие ткани, они очень уютные, натуральные, обволакивающие, окутывающие, много вязаных вещей, и везде присутствуют цветы в какой-либо форме, либо это фарфоровый, либо это в тканевой, они везде есть обязательно, потому что женщину без цветов представить себе невозможно. Мы делали макияж в стиле эпохи Возрождения, будет монохронность, больше такие настоящие живые лица, томные, чувственные, притом не блестящие, никакого перламутра, будет только как на картинах, такие жирные мазки. Нам понравился этот лофт, потому что он немного похож на подмостки театра, и коллекция получилась артистичной и, безусловно, театральной. Нам понравилось, насколько органично здесь вписался наш импровизированный лес, который будет оживать в процессе показа, и нам понравилось, что зрители могут здесь спокойно передвигаться, и нет привязки к подиуму, то есть все мы на самом деле находимся на подиуме. Хочется увидеть что-то необычное, новое, вдохновиться новыми идеями, конечно же, это всегда приятно для творческих людей. Я ожидаю нечто высокое, красивое, легкое, полувоздушное. И чтобы это приносило нам радость, мы все могли это носить. Мне кажется, это должна быть очень качественная, в первую очередь, одежда и что-то такое экспрессивное. Вот мне хочется вот чего-то такого легкого, экспрессивного, красивого. Место замечательное, и здесь должно происходить что-то совершенно удивительное. Евгения актриса, она человек глубокий, интеллектуально наполненный, и вся она в ее вещах. То есть эти вещи полностью отражают настроение, чувственность и артистизм Евгении. Поэтому в нашем показе мы хотели показать, насколько вещи могут быть интегрированы в натуру и в особенности, индивидуальность девушки, которая их будет носить. Для открытия показа выбран такой немножечко дорожный костюм. Это дым, это деревья, это лес, это немножко театральности, это площадка, которая такая чуть-чуть разрушающаяся, но при этом это девушка в очень красивом цельном костюме, который мы назвали коллекцию «Ветер перемен», и такая немножечко появляющаяся из дыма, и потом этот дым уже исчезающий. А финальное платье, оно очень блестящее, оно яркое, но при этом тоже в этой же цветовой гамме, оно со шлейфом. Это как вот уходит женщина, от нее остается шлейф. Вот это было важно, чтобы она ушла, а шлейф остался. Субтитры подогнал «Симон» Я знакома с творчеством Евгении Крюковой давно. Сначала я знала ее как актрису, потом мне очень понравились те уникальные изделия из фарфора, которые она стала делать. У меня есть любимая чашка с лилиями, тоже от Вигини. Но когда я увидела ее первую коллекцию, представленную на Mercedes-Benz Fashion Week, коллекцию одежды, вот на мне сейчас блузы из этой коллекции, я просто влюбилась в это сочетание элегантной женственности, некоторой драматичной театральности и в то же время лаконичности. Это сочетание редкое, это сочетание очень интересное, харизматичное, стильное. Это то, что нужно каждой женщине чувствовать себя особенной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все наряды именно женственные, подчеркнутая женственность, летящие такие ткани, силуэт. Я думаю, что это очень романтический образ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА